Казалось, Сталинград интересует постольку-посколько. Так, еще один рот на карте. А чтобы идти дальше, нужно захватить волку и разрушить военные заводы Сталинграда. Подобные уроки мужества, посвященные событиям Великой Отечественной войны, вряд ли можно назвать уроками в привычном понимании этих слов. Здесь органичным образом переплетаются кадры, кинохроники и фотографии, воспоминания фронтовиков и исторические факты. Не хотела делать в виде урока статично, а через эмоции, через зрительный ряд преподать так, чтобы ребята это поняли и не забывали. Очередной урок посвящен Сталинградской битве. По жанру это мероприятие скорее историческое, литературно-художественное представление, задача которого не сухое перечисление фактов давно окончившейся войны, а живой взгляд на события. В школе уроки строятся по выстроенной схеме, по фактам из учебников, и там в основном преподается как строго по формуле. Здесь нам показывают как история, это как путешествие в прошлое, тем более в таких вот декорациях, как здесь, эти факты из настоящего прошлого. Урок посетила Ольга Рябова. Она дочь участника Сталинградской битвы Юрия Васильевича Рябова. Он служил в 53-й гвардейской минометной дивизии и прошел всю войну. В ЭКЦ Ольга Юрьевна пришла не с пустыми руками. У нас был в семейном архиве создан фильм про Юрия Васильевича, именно про военные события. Вот сегодня я этот фильм передала в наш историко-культурный центр. Над уроком Татьяна Зырянова работала несколько месяцев. И стоит думать, вновь полученные исторические документы также будут использованы при подготовке следующих уроков мужества, посвященных Сталинградской битве. Материал из фондов нашего историко-культурного центра послужил основой. И это были воспоминания ветеранов Сталинградской битвы, участников Сталинградской битвы, наших земляков. И они вот так точно легли как раз на кадры кинохроники. Следующий урок мужества пройдет уже 4 марта. Он будет посвящен событиям афганской войны. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует...